Доброе утро! Вы знаете, я возвращаюсь к этой теме по одной причине. Итак, случилась страшная, уже не беда, уже даже не эпидемия яблонь, а катастрофа. Вот, здесь было уничтожено, в майне, вот, в пригородах Сайногорска, в Черемушках, в Караках, в Найдае. Вот, на той стороне Сизой, в Красном Хуторе, в моем родном. А дальше берем шире, еще шире, в Абакане, в Минусинске, и еще в десятках сел, деревень, где мы с таким огромным трудом зарастили все это яблоневыми садами. Ну, что-что, ну, яблонь у нас была немеряна. Приходила осень, вновь дорог стояли сотни, сотни, сотни ведер с яблоками. Причем, если первые годы это было скромное яблони, вот, сорта, то в последние годы уже не выступающие импорты ни в чем. Вот. И вдруг страшная беда. Кто-то ее завез, я назвал ее бактериальный рак. Бактериальный. Слово рак я применил для жути. А то, что бактериальный, я не сомневаюсь. То есть, никакие грибы не способны были моментально за 2-3 года уничтожить все это счастье. Усугубило положение то, что большинство деревьев было искалечено собственными руками хозяев. Их убедили, что деревья неправильные. Даже те, которые плодоносили. Крайний случай был у меня в Красном Хуторе. Я выписывал газету и журналы садовоческие. И выписывал специально для хутора. Именно здесь я их читал спокойно. Вот. А самый большой сад яблоневый был именно у почтальонца и ее мужа. Если мы по первости сдавали по где-то, ну, по 10 ведер, по 20 ведер. Вот. Там был такой огромный сад. Некоторые сдавали по 100 ведер. Потом мне скупщики хвастались. Я их пускал ночевать у себя. Мне было жалко этих работяг в соседних областей. Вот. А вот пальцем показал. Вот там это, Галина Дмитриевна, 100 ведер. А там вот 200. А в этих ведер 400. Это был необычайно это. Но потом однажды он взял муж нашей постелёнши, которая начиталась этих председательных хозяйств. Это ещё несколько журналов газет, что я выписал. Она их начиталась. Получается, я виноват. Дала команду мужу, и он уничтожил весь сад. Вот. Я бы и не знал. Но дело в том, что пришла однажды и сказала, Константин, если ты знаешь, у меня денег нет, давай как раньше на фрукты. И ты мне сажен с яблоньки, а я тебе это... Там ведро морковки, ведро свекой, ведро луков. Вот это было. И что после длинного предисловия? Я очень с большим интересом наблюдал, аж эта эпидемия коснётся или нет, сибирок чистых, которые живут в лесу. Нет, не тронуло. И переживал, коснётся ли сибирка, которая имеет в себе уже культурные гены. Сейчас мы на неё глядем. Вот на эти сибирки. Их тут несколько сотен. Вот, у них уже... Ну, легко понять. Если смотрите, посмотрите на свой ноготь, на мизинце. Это есть чистая дикая сибирка. Вот. Не замороченная никакими культурными генами. А посмотрите на свои ногти, остальные, на большом пальце, на указательном, на самом большом пальце. Вот такие плодики, вот на этих вот. Здесь по периметру их растёт несколько сотен. Сейчас я выйду, покажу вам выдающуюся сибирку. Вот. Выдающуюся. Как они оккультурились. А посмотрите вокруг. Это же, ну, не центр майный, но и не окраина. Здесь полно было, подчеркиваю, было. Кругом сотни культурных яблонь. Весна. Гудение пчёл такое, такое впечатление было, что здесь рядом находится аэродром с реактивными двигателями. реактивными самолётами. Так гудели пчёлы. Всё это давно смешалось, укрупнились плоды. Я же 40 лет, я всё наблюдаю. И давайте сейчас я выключу эту камеру и выйду. И покажу вам поближе это всё богатство, которое не было тронуто эпидемией. Подчёркиваю, не было тронутой эпидемией. Так, вторая половинка фильма. Я вышел с машины. Покажу вам выдающуюся Сибирку, за которой я наблюдаю почти 40 лет. Она уже тогда. Нет, Брух, 30 лет. Ну, пришли пора. У меня машина. Тогда их было не так много. Константиновичную дороженницу забрать. Константиновичную дороженницу. Отвезти. Ждать в эту больницу. Вот она, кстати. Видели? Вот. Вот мы подходим к этому дереву, которое я когда-то присмотрел. У меня есть фотографии. Ну, пусть не 30-летней давности, а 20 и 10. Вот это огромное дерево. По-моему, прикидка его лет 50. Ой-ой-ой, вон он плодик, вон он. Сейчас приближу. Внимание. Плодик, плодик, плодик. Ура! Ну-ка, может быть, их несколько где-нибудь висит. Сейчас обрадовался первым уже. Нет, не вижу больше. И увидеть его. Тут такое солнце, тут такое у меня зрение. Видите ли вы этот красный плодик или не видите? Постарайтесь все взглядеть. Я так хотел, чтобы вы его видели. Настоящее. Теперь возвращаемся с неба на землю. Итак. Вот это вот. Хотите, верьте. Хотите, нет. Я периметр огромный. Наверное, с километра. Далеко не пойдем. Вы поверите, что когда-то кто-то посадил эти сибирки вот здесь. Вот. Вот они. И вот такая панорама. Вот они. Вот видите, где машины едут. Вот они. Вот. И еще вот там вот трансформаторы будки. И за ними и туда периметр, и вокруг. Довольно огромная территория. Вот. И это все сотни-сотни сибирок. Не погибли. Вот. Конечно, их нельзя назвать гибридными. Их никто не оккультуривал. Они оккультуривали сами. То есть, здесь случилось следующее. Вот. Прямые контакты. То, что я полушутя, полусерьезно называю беспорядочной половой связи. И не потомстве, а где ему 50 лет назад, откуда у него могли быть гены культурных яблони. Да нет, конечно. И давайте здраво. Если пройти по периметру, вот туда глядите. Вы увидите, что их сотни. Никто никогда сотни специально не выращивал, не садил. Тем более, прошло 30, 40, 50 лет. Это означает, садились в сибирь. Это вот добра в тайге. Вот. Скорее всего, их просто набрали семян. Прорастели, получили саженцы и высадили. Скорее всего. Вот. Сейчас найти живых свидетелей тех лет невозможно. Второе. Еще скажу. Почему я стал бы не говорить. Это вот они, сибирки. Вот они, вот они. Вот, вот. Привязка к местности. Это я говорю, как этот самый старший лейтенант. Этот самый запас. Или как там, я уже забыл, где я сейчас. Вот. Ну, короче, этот самый. Командир огневого взвода. То есть, я термины такие. Привязка к местности. Хотите? Собирайте плоды здесь. Кому я обращаюсь? Сейчас я, наверное, вернусь в машине. Вот. Показав вот эту панораму. И уже в тепле, потому что. Вот. С тех пор, как коронавирусом переболел. От моего железного здоровья. Мало что осталось. Вот сейчас сяду. И продолжу разговор. Сейчас отключусь. Привязку я сделал. К местности я старый артиллерист. Привязка к местности я старый артиллерист. Привязка к местности я старый артиллерист. Привязка к местности я старый артиллерист.